Акция «Оккупируй Уолл-Стрит» с каждой неделей набирает обороты. Теперь к ней присоединяются и представители арт-общественности. Например, на прошлой неделе протестующие решили перейти к оккупации музеев. Естественно, первым делом оккупанты выбрали самый главный нью-йоркский музей современного искусства МОМА. Они собрались около его здания и обвинили музей в том, что тот, как и многие другие американские культурные учреждения, слишком погряз в рыночной конъюнктуре и тем самым загоняет современное искусство в узкие рамки, установленные рынком. К тому же демонстрантов возмущает слишком высокая входная плата в МОМА – 25 долларов. А вот в Лондоне к акции подключился уличный художник Бэнкси. На площади перед собором Святого Павла в самом центре британской столицы он установил настоящую инсталляцию. Бэнкси нарисовал огромное поле для игры «Монополия», посреди которого стоит карикатурный обанкротившийся капиталист по имени Дядюшка Толстосум. Небритый и несчастный пожилой мужчина в смокинге, протягивающий цилиндр в надежде на милостыню. Сейчас видите скульптуру на экранах. То, что Бэнкси поддержит стихийно возникшую акцию, никто на самом деле не сомневался. Художник известен своими левыми взглядами и политическими жестами. Он всегда на стороне обездоленных и политически активных, против власть имущих и толстосумов. В декабре прошлого года он, например, собрал деньги для арестованных активистов российской арт-группы «Война». Может быть поэтому Бэнкси так тщательно скрывает свою внешность. Однако новый объект – далеко не только политическая акция. Что бы об этом не думал сам Бэнкси. Как оценивают эксперты, стоимость скульптуры, если ее когда-нибудь пустят с молотка, об этом, конечно, не стоит сомневаться, может составить около 400 тысяч фунтов стерлингов. А в настоящее время она уже служит неплохой приманкой для туристов. В общем, получается все довольно интересно. Даже если твоя работа и направлена против капитализма, то, хочешь ты того или нет, она все равно встраивается в капиталистическую систему и работает уже по ее законам. Интересно, конечно, что думает об этом сам Бэнкси. Бэнкси